Онлайновые миры, как альтернатива реальному, это, как правило, пространство сказочное, красивое, полное увлекательных приключений и колоритных персонажей. Миллионы людей по всему миру погружаются в мир Варкрафта ежедневно после тяжелого рабочего дня, чтобы хоть немного побыть в сказочной вселенной, красочной, приветливой, открытой к изучению. По большому счету, неважно, какая именно игра используется для этого, будь то хоть Эвер Квест, хоть и Фонлайн. Цель, да и результат тоже везде одна и та же. Эпоха Конана же игра совершенно иного порядка, грубая, циничная и, если позволите, более взрослая. И дело тут не столько в отсутствии привычных эльфов с гномами, сколько в присутствии чего-то большего, чего-то с привкусом суровой реальности, просто немного другой, несколько более дикой. В ближайшие пять минут подробнее об этом в видеообзоре Age of Conan на 3wstopgame.ru. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Впечатлится степенью проработки деталей и геймплейных мелочей. Первые же секунды игры, процесс создания персонажа легко могут затянуться очень и очень надолго. Тут столько всевозможных регуляторов и ползунков, что путем долгих стараний вполне можно воссоздать себя самого без скидок на отсутствие возможности корректировать ту или иную деталь физиономии. Двигать во все стороны, увеличивать и уменьшать, делать тоньше или толще разрешено буквально все, до чего только можно дотянуться как у женских, так и у мужских персонажей. Рост, вес, нательные рисунки и шрамы не хватит ни сил, ни времени перечислить все. Так или иначе, со временем надо определяться. Дорисовываем последний штрих и отправляемся в большое путешествие. Правда, сперва бы выжить. Галяра благополучно тонет и мы стремительно идем ко дну, но по счастливой случайности оказываемся спасены каким-то престарелым доброжелателем. Осталось лишь раздобыть какую-нибудь увесистую дубину для самозащиты и, конечно, немного одежды, а то как-то в одних трусах не слишком прилично отправляться в город. Боевая система, гордость фанком получилась весьма неплохо. К ней быстро привыкаешь и с ее помощью легко делать бои значительно разнообразнее. Да и в целом, со стороны поединки смотрятся гораздо интереснее, нежели привычный обмен фиксированными наборами ударов при помощи мыши и ряда иконок на панели быстрого доступа к комбинации. Нельзя не упомянуть еще и про различные варианты жестоких добиваний, предусмотренные для каждого оружия и класса в большом количестве. При выполнении ряда условий с учетом случайного фактора мы можем добить поверженного противника, лихо отрубить голову или, скажем, поглубже засадив клинок жестом выразить превосходство. Все, что касается схваток в Age of Conan, вообще сделано крайне добротно. Это относится и к разнообразию качества противников, и к системе ПВП, и в некоторой степени к балансу, хотя он еще требует кое-какой доработки. В любом случае, экшен-элемент эпохи Конона – это самый брутальный, жестокий и зрелищный экшен-элемент онлайна на сегодняшний день. Игровой мир разделен на небольшие по меркам MMORPG локации, жертвы в пользу графики, о которой самое время сказать пару теплых слов. Даже при отсутствии пока DirectX 10 режима, визуально Age of Conan невероятно красива и жива. Уголки ее мира хочется исследовать просто так, бесцельно, ради интереса. А местная вода настолько привлекательна, что вызывает, несмотря на всю абсурдность данного заявления, искреннее желание в ней искупаться. Не менее благополучно дела обстоят как с моделями, так и с анимацией. А на протяжении первой главы игры, где разработчикам здорово удалось совместить отличную однопользовательскую сюжетную кампанию и многопользовательский режим, все ключевые персонажи еще и шикарно озвучены. Прибавьте к этому великолепный саундтрек, стильную архитектуру городов и привычный набор квестов, не без редких, но удачных проплений оригинальностей. Трудно иметь наиболее полное представление об игре в целом. Age of Conan – однозначно удачная MMORPG, подлежащая, правда, некоторым доработкам по части интерфейса и геймплея, а также устранению многочисленных досадных багов. Тем не менее, через некоторое время, когда баланс и стабильность отшлифуют до блеска, эпоха Конана станет реальной альтернативой долгосрочному лидеру онлайновой арены – World of Warcraft. Он был коптитом из Тортащи, но я успею уйти после три дня, после того, что не менее чем тем, чем его солдаты, и я успею убежать. Я успею убежать в районе города, пока они забыли о меня. Продолжение следует...